Три главных вопроса современности по версии Google. Как вернуть доллар по восемь? Как набрать много лайков ВКонтакте и Инстаграм? И как выбрать хорошего ведущего на свадьбу? Сейчас мы ответим именно на этот вопрос, а на первые два — ответ в конце ролика. Итак, как же выбрать хорошего ведущего на свадьбу? Хороший ведущий обязательно найдет общий язык со всеми гостями. Плохой не может найти общий язык даже сам с собой. Хороший ведущий всегда готовит индивидуальный сценарий. Плохой ведущий не парится и работает по шаблону. На свадьбе у хорошего ведущего, даже если и воруют невесту, то это происходит вовремя. У плохого ведущего невесту могут украсть прямо во время выноса торта. У хорошего ведущего гости искренне веселятся от всей души. Плохому ведущему приходится умолять гостей хотя бы улыбнуться. У плохого ведущего гости проводят свадьбу в телефонах. У хорошего ведущего гости проводят свадьбу на свадьбе. Плохой ведущий пытается выдавить эмоции любой ценой. У хорошего ведущего свадьба по-настоящему трепетна. И, наконец, хорошему ведущему не нужен псевдоним. Привет, я Саша Барин, и это моя настоящая фамилия. И вот уже более 20 лет я успешный ведущий нашего города и нашей страны. Более 20 лет? Вы не ослышались? Нет, не ослышались. Я на сцене с микрофоном с 6 лет. Здравствуйте, я Саша Барин из Одессы. И я знаю, как сделать вашу свадьбу одним из самых запоминающихся моментов жизни. Внимание! Заказывая хорошего ведущего, вы получаете не только этого симпатичного парня с микрофоном, но и звукорежиссера, индивидуальный сценарий, администратора и подробный тайм-лист. А теперь, как мы и обещали в начале, ответы на первые два вопроса. Итак, как вернуть доллар по 8? Честно скажу, я не знаю, но точно знаю, как заставить ваших гостей забыть о финансовой разнице в принципе. И гарантирую, что при правильном выборе ведущего, фотки с вашей свадьбы наберут большое количество лайков не только в ВКонтакте и Инстаграме, но и в сердцах ваших родных и близких. Продолжение следует...